Это один из главных входов в детский сад по улице Любышевцовой. Вот под этими бетонными блоками земля практически ушла, ее подмыла. И сейчас здесь яма глубиной где-то полметра. Если спускаться по этому склону, либо наоборот подниматься по нему ребенку, то можно спокойно угодить в эту яму. А вот эта наклонившаяся стена, она находится с противоположной стороны детского садика. И вот здесь можно как раз увидеть, насколько сильно она покосилась. И единственное, что ее сейчас сдерживает, это вот эти бетонные блоки. А совсем рядом, буквально в пяти метрах, бегают дети. И, как рассказывают сами жители, часто, вопреки запретам родителей, забираются и на этот злополучный склон. Красноярцы говорят, все началось еще в марте из-за обильных осадков. Стена понемногу начала наклоняться и сползать. Тогда жители стали массово жаловаться в управляющую компанию. И только в апреле там опомнились и поставили бетонные блоки. Блоки поставили буквально месяц-полтора назад. Вот эти опорные блоки под стеной и все. И вот огородили два двора, закрыли проезд и все, и больше ничего не делали. Приезжали наши, и глава района здесь был, и депутат приезжал. Сказали, что взяли на контроль. В ближайшее время будет какие-то продвижения по данному вопросу. Но ничего пока не изменилось. Но ничего и не изменится до тех пор, пока администрация района и управляющая компания между собой не договорятся, кто должен отвечать за этот склон. Красноярцы рассказывают, споры идут уже давно. Изначально чиновники настаивали, чтобы за ремонт и укрепление стены отвечала УКА. Но там уверены, это слишком большие деньги, которые, по сути, придется собирать с жителей. Это, конечно, является работами капитального характера. Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, выполняемых в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества, расположенных на территории Красноярского края, данные работы не включены. И средств текущего ремонта мы эти работы финансировать не можем, потому что они крайне затратные. И пока ищут ответственного, единственная просьба горожан – это ввести режим чрезвычайной ситуации. В администрации говорят, этот вопрос сейчас решают. На сегодня нам эта проблема известна. Сейчас готовится пакет документов для комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как только мы готовы, надеемся, что в ближайшие дни будет рассмотрение. После чего данный вопрос, надеюсь, будет решен. Сейчас в Красноярске больше 300 подпорных стен. И лишь четверть из них в удовлетворительном состоянии. Сколько еще стен ждут своего часа – неизвестно. Но все мы помним трагедию на Свободном. Там 30-метровый кусок бетона рухнул на машину. Внутри находилось двое, они погибли. И кажется, эта ситуация должна была научить чиновников хоть чему-то. Но пока Красноярску не удается избавиться от статуса города падающих стен. Полин Михальчук, Александр Кальтер, Новости ТВК.